Всем привет, друзья! Вы на канале Воин, и прежде чем начать выпуск, хочу сказать вам огромное спасибо за вашу поддержку в комментариях, это очень помогает нашему каналу. Ещё раз огромное спасибо! Ну а теперь переходим к новостям, погнали! Диллиан Уайт и Александр Поветкин провели дуэль взглядов накануне своего поединка, который состоится 22 августа в Брэндвуде. Отметим, что битва взглядов предваряла большая пресс-конференция, во время которой Поветкин и Уайт обсудили грядущий бой и ответили на некоторые из вопросов. При этом оба боксёра вели себя сдержанно, не привив лишней агрессии даже во время стардауна. Хорошо подготовились, я говорю, будет интересный, хороший бой. Я уважаю Дилана, он хороший боксёр, так что я с полной ответственностью готовился, потому что понимал, что он очень сильный. Я считаю, что бой будет интересный и зрелищный, а как будет, ну посмотрим, посмотрим. Я заранее никогда не говорю ничего. Меня ждёт бой с непроизойдённым профессионалом, так что о Тайсоне Фьюри я не беспокоюсь. Все мои мысли о Поветкине. Этот самый техничный боец, с которым я когда-либо боролся. Когда я в форме, у тебя проблемы. Я могу делать то, что захочу. И не переживайте о том, чтобы быть потрясённым в размене. Я быстро восстанавливаюсь. Я приму всё, что предложит соперник. Не люблю давать прогнозы, но если я попаду в начале боя, тогда спокойной ночи. Ну и у Поветкина есть такой шанс. Будет война. И самое замечательное то, что мы оба делаем в ринге похожие вещи. У руководства Дозон намеренно существенно сократить гонорар Саулю Алюрусу за следующий бой, если это не будет трилогия с Геннадием Головкиным. Ранее руководители Дозон не дали согласие на проведение Канело боя с турецким боксером Авни Элдерымом за вакантный титул WBC. Если Канело решит провести поединок с Элдерымом, то заработает лишь 50% от его фиксированного гонорара в 35 миллионов долларов. Он получит 17,5 миллионов долларов. Один из подписчиков предположил, что аналогичное решение руководства Дозон, может принять в отношении Головкина. Хороший вопрос. Я ничего не слышал с фронта Трипл Жи. Ответил на это замечание журналист. В таком случае гонорар Головкина составит не 15 миллионов долларов, а лишь 7,5 миллиона. Японский монстр на Ое и Ное. В следующем бою встретится Джейсона Малони. По словам Боба Арума, контракты на бой уже подписаны. Поединок может состояться осенью. В одном вечере совместно с реваншем Джошуа Франко Эндрю Малони. Стоит ожидать, что победитель встречи Иное Малони встретится с победителем пары Казимиру Мика. Чемпион WBC в первом легком весе Мигель Бечель может провести поединок против Оскара Вальдеса в ноябре этого года. Команды Райана Гарсии и Люка Кэмпбелла достигли окончательного соглашения о бою. Об этом сообщает президент WBC Мауди Се Сулейман. Поединок состоится в США. Дата будет объявлена позже. А на этом у меня все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Также подписывайтесь на канал и ставьте ваши бойцовские лайки. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья. Не болейте. Всем удачи и увидимся завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok